В команде Дональда Трампа грядут перемены. Американские СМИ узнали, президент окончательно рассорился с госсекретарем и даже подобрал ему замену. Насколько обоснованы слухи, выяснял Дмитрий Анопченко. Согласившись стать госсекретарем, Рекс Тилерсон поставил на карту все. Проработав всю жизнь в гигантской нефтегазовой корпорации, он расстался с высшей должностью в компании. Продал свои акции, а их, как пишет Нью-Йорк Таймс, на 218 миллионов долларов было. Отказался от пенсионного плана почти на 70 миллионов, но полученный такой ценой портфель не принес радости. Ведь отношения между ним и первым лицом, как пишет американская пресса, хуже некуда. Мол, Трамп сейчас очень разочарован своим выбором и всячески это демонстрирует, в том числе и в мелочах. Простой пример. На недавнем обеде в ООН он распорядился посланники Хейли с собой за стол посадить, а Тилерсона показательно передвинул за боковой столик. Общаются мало, разговаривают с трудом, но на людях всячески демонстрируют единство команды. События последних дней лучший пример этой игры на публику. Пресса раскрывает детали. Дескать, Тилерсон прилюдно обругал главу государства, приподчиненных назвав придурком. Но сам он в ответ выходит к журналистам со словами «Остаюсь привержен Трампу». Он любит эту страну. Для него Америка на первом месте. А еще он умен. После этого сотрудники Белого дома делятся с репортерами. Мол, видели сами, президент в гневе, что после массового убийства в Лас-Вегасе в центре внимания СМИ оказался вовсе не он, а Тилерсон, лицо которого не сходило с экранов. Но на публике Трамп говорит совсем другое. Я иногда хотел, чтобы он был пожестче, но между нами очень хорошее отношение. И чем больше и сам Тилерсон, и президент Трамп опровергают слухи о возможной отставке главного дипломата Америки, тем больше о ней говорят в политических кругах. Мол, сейчас на место госсекретаря даже преемника выбрали. На этих выходных пресса сделала достоянием общественности тщательно скрываемый факт. Якобы рокировка в команде просто дело времени. Хотят выждать до января-февраля, чтобы все скандалы улеглись. А основной кандидат на замену нынешний глава ЦРУ Майк Помпео. Мол, он сейчас ежедневно консультирует президента по всем вопросам, от политики до внутренней кухни. Знает, как преподносить не самые лучшие новости. Трамп от него в восторге. Да и человек он не публичный. А значит, за внимание прессы конкурировать не придется. Скорее всего, Белый дом и эти статьи сейчас привычно опровергнет. Но если есть у них хоть доля правды, значит в этом здании ни политической стабильности, ни четких приоритетов, в том числе и по Украине, долго еще не будет. В Госдепартаменте и без того каждый тянет одеяло на себя. В Госдепартаменте и без того многие ключевые чиновники до сих пор формально не назначены. Ну а если отставка первого лица все же состоится, а они здесь только лениво не судачат, понятно, что это не придаст стабильности. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.